Флорболы В копилке команды много побед. В прошлом году ребята взяли первое место на чемпионате России, а в начале года стали третьими на международном турнире. Международный турнир назывался Starverte Cup 2017. Это самый крупный международный турнир в мире, который собирает более тысячи команд ежегодно. Было 48 команд из всех стран мира. Турнир проводился с 28 декабря по 9 января. Это крупный турнир. Турнир по флорболу проходил в шведском городе Упсал. В итоге первое место взяла российская команда из Архангельска, вторыми были шведы. Третье место досталось команде из Сергиева Посада. С ними было очень интересно играть, узнать новых соперников, подружиться с некоторыми можно было. А так организация хорошая. Играли, показывали мастер-класс взрослой команды. Понравилось очень. Главный тренер команды мальчиков Александр Пузаткин в флорболе давно. Все началось, когда Александр был в 8 классе. Его учитель физкультуры Вадим Клепенко, который сейчас возглавляет федерацию, дал в руки клюшку. Понравилось. Позже поступил в педагогический университет на учителя физкультуры. Сейчас Александр преподает в 11 средней школе и тренирует юных спортсменов. Достижение этого сезона 2016-2017 это первое место в самом престижном турнире. Один из самых престижных турниров это «Русская осень». Мы стали первыми наконец-то. Мы играем в чемпионате Нижегородской области, где занимаем сейчас на данный момент первое место. Остался последний тур и мы постараемся удержать и сохранить это первое место. Также играем сейчас в чемпионате Московской области, где после двух туров занимаем лидирующее первое место. Я думаю, в этом сезоне мы не уступим эту позицию. В районном отделении партии «Единая Россия» все готово для торжественного приема. В центре внимания команда флорболистов Сергьева Посада. Мы проиграли команды из Швеции. Там чуть-чуть не хватило. Проиграли с минимальным счетом 1-0 и заняли третье место. Победителям соревнований подарки от спонсоров. Эта встреча организована при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». Сегодня присутствуют родители этих ребят. Потому что я сама как родитель, я могу сказать четко. И когда ребята занимаются спортом, это всегда, это всегда, мои дорогие и уважаемые родители, это на 95% это работа родителей. Ребенок занимается у нас со второго класса. Сейчас он в шестом классе, то есть достаточно давно. Как мама, но больше у нас с ним занимается папа, потому что мальчики – это папины дети, да, и вид спорта – это мужской. Средний ребенок у нас со старшим также посещает тренировки. Некоторые в лагерь с ним ездили, специальные тренировки. Мы посмотрим, если ему понравится, если он захочет, пойдет дальше по стопам старшего. Три плюса. Назови этого вида спорта. Ну, командная работа. Развивает ловкость, смышление. Надо сказать, что в районе наравне с мальчиками отличные результаты показывают и девушки, которые представляют команду «Флора». Девушки на соревнованиях в Санкт-Петербурге. У мальчиков тоже есть календарь турниров и первенств. Ездили сначала, играли маленькими первыми классами, вторыми за свою школу против других районных. Вроде выигрывали, получалось. Потом стали заявляться на более высокие соревнования. У нас там тоже начало получаться более-менее. Ну и вот так пошло-поехало. Секция на салюте открыта для всех желающих. Попадание в команду зависит от успехов в обучении и игре флорбол. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов, Кирилл Емельянов. Тема.